Вот показываю мой урожай. Я уже закатала вот эти четыре банки. Это маринованные опятки. Вот эта вот баночка, это сделала икру в рябную. Вот эти вот две, вот в таких контейнерах, это просто отварила солью, поставлю в морозилку. Ну вот еще и яблоки, это тоже урожай собранный. Англичане же ничего этого не собирают. Но и это еще не все, потому что вот я еще последнее довариваю. Вот так это все происходит. Такие вот у меня удобные кастрюльки. Все вмещается одно в другое. А вот друшлаг в кастрюльку. Вот так вот. И снова всем привет, друзья! Что-то я зачистила с видео, да? Только вчера выпустила вам одно про медицину. И вот сегодня опять одно. Знаете, во-первых, как говорится, есть о чем рассказать. А во-вторых, ну когда есть время, то вот и снимаю для вас видео. А чаще всего, когда езжу к другу, то у меня времени особо нет. Ну а сегодня у меня есть время и есть о чем вам рассказать, друзья. В общем, знаете, давно уже я не рассказывала вам о проблемах, да? Вот об английских проблемах. Я вам рассказала первую часть о проблемах английской медицины. А сегодня опять, понимаете, получается о наболевшем. Потому что помните мои видео, что у меня было там жуть какая с плесенью в углу, и с протечкой крыши. И вроде ремонтировали, ремонтировали наш этот дом несчастный. Вот. И платим мы огромные деньги за содержание этого дома. 250 фунтов в месяц. Это немыслимые деньги. Кто живет в Англии, поймет меня. И вот сегодня я снова хочу показать и рассказать вам, что происходит и с моей кухней, и с моей квартирой, и с нашей крышей. Ну вот и еще показываю вам вот эту проблему, которая у меня была здесь. Помните, да, в большой комнате? Вот она. Я здесь закрашивала все, убрала отсюда шкаф, потому что здесь все черной плесенью заросло из-за влажности. Ну вот, освободила угол, долго высушивала, долго закрашивала. И в конце концов, вот сейчас дожди у нас пошли опять каждый день, каждую ночь. И видите, все опять влажное, все опять сырое. О, боже мой, я поверить не могу. Он, видите, все отслонилось здесь. А еще самое интересное то, что мы заплатили 6 тысяч фунтов за то, что нам отремонтировали буквально неделю назад крышу. Тоже прекрасно. Помните, я показывала вам вот эти вот леса здесь. Они у нас стояли все лето. Долго не приступали к работе. И потом, в конце концов, вот сейчас, 3 недели назад, я как раз была на отдыхе. Вот они, говорят, ремонтировали тут во всю крышу 2 недели подряд. Вот, все вроде закончили. Сказали, что будем снимать вот эти вот леса. Я уже обрадовалась, слава богу. И вдруг вот такая вот у нас проблема опять. То есть начались дожди, и все появилось вновь. Вот видите, и угол у меня в коридоре. Вот он здесь был все время сырой. Летом подсыхает, а осенью опять протечка. И снова та же самая история. Так вот, хочу пояснить немножко вам поподробнее, тех, кто не в курсе. Во-первых, друзья, здесь проблема с плесенью практически у всех. Вот поверьте мне, во всех домах викторианского типа, во всех старых жилых постройках в Англии, во всех есть плесень. Так же точно, как она была и в бангало моего мужа, когда я приехала сюда только впервые. Я поражалась, удивлялась, почему кругом все заплесневелые углы. А здесь это оказывается такой бич, что англичане просто уже не обращают на это внимания. Мне тут тоже многие мои русскоговорящие, те, кто живут в других странах, там в СНГ, они мне говорят, что это вредно для здоровья, что как это можно вообще этой плесенью дышать. Да бегите вы оттуда. Ну, то есть, если вы поселились в туманной Англии, влажный климат, проблемы с отоплением, почти тоже у 40% населения, холодно так, что вам не передать, понимаете? Как тут тоже девушка-одноблогер в Англии живет, и она рассказывает, что она первый год, как только приехала в Англию, она просто мерзла невозможно целый год. Она не могла понять, что происходит. Она говорит, я даже так в крещенские морозы дома в России не мерзла, как здесь. Ну, то есть, я говорю о холоде в квартирах, потому что все англичане экономят на отоплении. И даже те, у кого есть деньги, все равно экономят, потому что жизнь очень дорогая. Вот, не понять этого людям, которые привыкли, что закрывали батарею, знаете, этими самыми одеялами, потому что так котельные у нас топились раньше, что было невозможно. Жарко, форточки открыты, как еще рассказывали, улицы топим, да? Да? Тоже ничего хорошего нет. А здесь наоборот. Почему и плесень-то в домах, в углах? Потому что они протапливаются. И эта сырость постоянная, она накапливается. Кто-то говорит, вот проветривайте. Да вы хоть запроветривайтесь, друзья. Если не протапливается дом, если он постоянно сырой, ну вот она плесень, пожалуйста, вам. Я помню, когда мой зять в 2016 году приезжал сюда в Англию впервые. Он очень хотел посмотреть эту страну, в том числе Лондон, конечно же, много наслышан. И он с удовольствием приехал. Ну и заодно он приехал мне помочь купить машину. Тоже есть у меня об этом видео. Так вот, он поражался, как холодно. Он мерз, он ночью вставал и говорит, я искал, как включить отопление, у меня зуб на зуб не попадал. Ну, понимаете, с непривычки, да, на самом деле так. А здесь запросто экономят. Ночью вообще все отключают отопление. Спите под теплым одеялом, и все у вас будет хорошо, как говорится. Ну, это так, я вас немножко повеселить решила. Лирическое отступление. А вообще, на самом деле, еще раз поясняю, это не только у меня такая проблема, это у всех. И самое-то еще интересное, что пришла ко мне моя соседка снизу, Вив, которая, помните, я вам показывала ее садик, она там сама себе делала в саду всякие усовершенствования. Так вот, она работает главным бухгалтером в Лондоне, и она получает очень хорошие деньги. И она купила себе эту квартиру вот в нашем доме как квартиру для отпуска, holiday home называется. То есть человек обеспеченный получается, и она протапливает это свое жилье постоянно. Ну, вот она ко мне пришла и говорит, а вы знаете, что у меня пошла тоже плесень по всем углам, несмотря на то, что у нее там шикарный ремонт был сделан всего год назад, полностью все обновлено. И моя соседка сбоку тоже пришла ко мне, она на втором этаже живет рядом со мной, и она тоже говорит, что у нее потекло там во всех углах. То есть, представляете, это вот мы ждали ремонт крыши, мы заплатили 6 тысяч пунктов за ремонт, и оказалось, что оно как все текло, так все и течет. Я просто говорю, что хорошо, что хоть еще пока не убрали вот эти вот леса, потому что их уже хотели 3 дня назад убрать. Ну, вот теперь сидим, ждем, вызвали специалистов, пусть смотрят, что произошло. И еще хочу вам сейчас показать одну вещь, покажу подольше. У меня, к сожалению, только одна фотография, но я даже рада, что я хотя бы сделала эту фотографию, чтобы было понятнее. Вот объясняю, смотрите, это вытащили из водосточной трубы. Вот такую вот пробку. Это там проросла какая-то трава, было все замусорено, засорено, и там даже настолько долго, вероятно, эта проблема в трубе была, что уже начала трава расти. Корни, видите? И ведь это вот моя нога там в тапке, видно вам, да? То есть это, наверное, сантиметров 50 был затор. Но я сфотографировала, только из одной трубы вытащили. А здесь у нас их 4 трубы по углам, да? И вот они были все вот так засорены. То есть можете себе представить, что может быть там проблема даже была и не в крыше вовсе даже, а в этих вот сточных трубах и в желобах, как оказалось. Ну, желоба, да, сточная по краю крыши проходят. То есть представляете история, да? У нас проблема в течение нескольких лет уже. Ну, вот сколько я живу, столько проблем с этой. Все говорили, что это крыша. И почему у нас все углы сырые и все течет, потому что это что-то с крышей не то. И в конце концов собрали мы деньги, 6 тысяч фунтов, огромные деньги, чтобы нам крышу эту отремонтировать. А оказалась проблема в том, что забиты желоба и забиты сточные трубы водосточные. И как же это так могло случиться, что за столько лет мы оплачиваем, чтобы нам все эти работы проводились вовремя? А оказывается, никто не следил. И вот такие вот заторы в трубах водосточных – это кошмар. Ну, то есть я не знаю, что здесь сказать, как здесь это резюмировать. То ли это такой непрофессионализм опять у людей, которые крышу ремонтировали, которые все это смотрели, проверяли. Или это все такое, знаете, отношение наплевательское. Деньги получил, и все, и трава не расти. Ну, вот для меня, честно вам скажу, просто неожиданно. Ну, вот, пожалуйста, вам опять проблемы. И ведь опять нам их решать. Мы ведь здесь живем. И мы мучаемся, жильцы. Рисуется, что с моей кухней, чего я решила, как у меня договоренность, помните, да, поменять кухню. Так вот, друзья, ничего пока не решено. Кухня моя как была, так и есть. Единственное, что я уже показывала вам, но вот еще раз покажу, может, что не видел. Я вот здесь вот поставила такую маленькую тумбочку. И теперь все вот эти вилки-ложки, которые здесь стояли у меня на видном месте, я их туда спрятала. Ну, и, конечно же, я очень довольна вот этой стенкой, вот, которую вам еще раз показываю. Все я сделала сама. Зашила бойлер. И вот эту вот здесь поставила такую красивую, как называется, тумба, да? Тумба-шкаф с множеством ящиков. И поэтому смогла спрятать все, что здесь у меня мешало. Хотя и получается, что настолько неудачная эта кухня в смысле расположения. Бывшая комната, да, видите? Огромные окна кругом, и они низко. Расположены, не дают возможности нормально здесь организовать вот эту вот поверхность рабочую. В общем, проблемы, да? Вот, ну и, вы знаете, с меня запросили просто, чтобы заменить столешницы вот эти. И здесь тоже столешницы. Я хотела вместо этой плиты газовой, хотя она у меня всего два года, но я хотела поставить варочную поверхность. Помните все это, да? Поэтому мне друг и купил, и привез. Ну вот, показываю вам. Привез мой друг мне вот эту вот варочную поверхность. Вот она, электрическая варочная поверхность. Так, сейчас, где тут картинка Аня? Картинки нет. Ну и вот, и я ее вот сюда вот себе в кладовочку поставила благополучно. А теперь не знаю, что делать. Потому что с меня запросили только за работу вот дверцы заменить и вверх, да? Две с половиной тысячи фунтов. Это получается два нуля. Прибавляйте. Сколько? Двести пятьдесят тысяч рублей, да? Вот. Поэтому пока сижу, пока думаю. Потом еще что я для себя решила. Знаете, что кто-то мне говорит, что у вас тут кухня захламлена. Да все, что нужно, у меня под рукой. И я очень довольна всем этим расположением. Единственное, конечно, я бы поменяла вот эти старые дверцы. Ну и еще, что касается вот этого вот камина. Пресловутого. Постоянно мне говорят, что вы его закрыли, почему закрыли. Надо было открыть, надо было почистить и пользовать. Так, показываю. Показываю, как выглядит камин. Смотрите. Он уже до меня был нерабочий. Уже, когда я въехала шесть лет назад, он был вот так. Вот эта вот коробка странная. Она наполовину этот камин закрывает. Когда я хотела ее разрушить, ко мне пришли специалисты. Они посмотрели и сказали, ничего не выйдет, потому что это не просто так сделано, а потому что там трубы. Уж что за трубы, я не знаю, канализационные или какие. Но они вот здесь вот зашиты, эти трубы. И никак не получается все это убрать. Вот поэтому я его так и использую. В качестве кладовки. Единственное, что я могу сделать, это закрыть покрасивее. Не шторку повесить, а вот такие вот двери. И я практически очень рада, что я смогла тоже сделать это сама. Так, ну а это, если кто заметил, это я тут пыталась изобразить Хэллоуин. Такую морду из этой самой, из тыквы. Потому что тыква несъедобна. есть ее нельзя. Она просто декоративная. Ну, вечером, когда здесь я включу свечку, поставлю внутрь, она будет интереснее. Пока еще рано. Тридцатого у нас Хэллоуин. И опять у меня под окнами ремонтируют дорогу. Посмотрите, друзья. Представляете? Вот те, кто давно смотрит мои видео, наверное, помнят, вот на протяжении пяти лет, когда я здесь живу, здесь уже трижды ремонтировали именно вот эту часть дороги. И сейчас опять. Но сейчас, по-моему, уже они затеяли очень серьезный ремонт. Вот уже здесь, наверное, месяц вся перекрыта дорога. И они меняют не только поверхность дороги, асфальт, а они еще меняют полностью корыто, так называемое, которое там под трассой, под дорогой специально выкапывают, землю убирают оттуда и делают такое корыто. Называется оно так. гравием заполняют, щебенкой, ну вот такими материалами. А здесь еще, посмотрите, вот светлое, видите, впереди машины. Это еще какой-то постелили, рулон, полотно какое-то, непонятно мне. Вообще используют, знаете, новые машины, новая техника для укладки асфальта и для перевозки этого горячего асфальта. Вот видите, закрытая такая, закрытая емкость интересная. Может быть, это уже давно все используется, но я вот, кстати, такого раньше не видела. Ну а там каток обычный, видите, ходит, разравнивает. Из другого окна решила вам показать. Вот видите, там гравий насыпан такого светло-коричневого цвета, да, посредине дороги. И он насыпан на какую-то специальную пленку такую, которую тут они разравнивали, в рулонах расстилали. Мне абсолютно непонятно, потому что она сделана это именно пленка такая. И как это может вообще соединяться с дорогой? Оно же все поползет. Я не представляю, сказать по правде. Ну а тут заодно, пока перекрыта дорога, мой сосед снизу, который отвечает вот за этот вот участок земли, холм вот этот, вот видите, я показываю вам, он отвечает за этот участок, и он решил здесь поменять забор. Там был такой каменный забор, он выпирал таким музом просто, и все время впечатление было такое, что вот-вот все это валится. Он это понял, а он сам занимается вот этим ремонтом, строительством. У него своя фирма, и вот он, вы знаете, быстренько сориентировался, пока здесь перекрыта дорога, он привез кирпич, он привез шлакоблоки, вот видите, он быстро убрал эту старую стену и поставил новую, еще не до конца, но вот будем делать. Такая умная машина, тут работает, счищает, вот, посмотрите, она счищает поверхность асфальта просто мгновенно и тут же погружает вот его в этот огромный автомобиль, грузовик. Да, смотрите, какая красота. Так вот, они этот ремонт здесь делают уже вторую неделю, все закрыто, перекрыто. Для меня, конечно, красота, потому что тишина, машины не ходят, и знаете, сразу заметно, что не ходят, тишина вообще великолепная. Птички поют, не сравнить, хотя вроде бы как кажется, что у меня стеклопакеты здесь двойные стоят, противошумные, и вот, как будто бы должно быть тихо, но нет. А вот сейчас тишина. Сколько еще будут они здесь заниматься этой частью дороги, я не знаю. Если они, смотрите, какая красота, раз накрыли, о! Я давно не имела дела, знаете, с новой техникой строительной автомобильных дорог, и я очень, как-то, знаете, поражена, какие уже теперь классные, новые, здесь новое оборудование применяется. Вот еще одна новая машина, другая, я имею в виду, подъехала, и ее почти уже загрузили, как классно и быстро. А вы помните, как это было раньше? Это делали таким долбящим инструментом, забыла, как он называется, который тарахтел по страшной силе, и вот раздалбливали верхний слой асфальта, а потом это все лопатами собирали, погружали, а теперь смотрите-ка, какая производительность у этой машины, которая счищает асфальт, просто как кожу ножиком. Вот так. Но если у них есть еще другие, похожие, другая техника, которая сейчас применяется при укладке асфальта в автомобильном производстве, я имею ввиду производстве автомобильных дорог, то они мне здесь быстро все. Показала вам напоследок, друзья, повеселила вас, наверное, тоже. Сама смотрела, когда болела, это была еще у меня съемка, по-моему, три недели назад, вот, показывала я вам, как у нас делали дорогу под моими окнами, супер. Ну, может быть, и вам понравилось, а мне было нечего делать, я с температурой дома сидела у окна и вот наблюдала. Ну, сегодня, друзья, надеюсь, я показала вам много чего, поэтому на сегодня у меня для вас все. Надеюсь, что мы с вами снова увидимся вскоре, а пока берегите себя, друзья, в это трудное время. Всем удачи, всем терпения, всем всего самого наилучшего. Пока-пока.